Я проверил законы, игнорирующие логику в Майнкрафте. Я нашел для вас самые интересные правила Майнкрафта, которые ломают логику всего происходящего. Вы знали, что можно сломать все ростки за один удар? Или то, что можно на лодке уничтожать игроков и мобов? А то, что нельзя не подписаться на канал и не ставить этому видео лайк? Досматривайте до конца и вы все узнаете. Можно добыть все ростки за один удар. Это первый закон, который полностью игнорирует логику и довольно-таки странный как-то. Каким образом все ростки пшеницы той же самой можно добыть всего лишь за один удар? А если это площадь 7 на 7, как это вообще сработает? Давайте проверять. Вот у нас с вами заготовлена такая небольшая ферма, которая находится очень глубоко под землей. Тут даже древний город рядом находится. И каким образом это все-таки работает? Говорится, что можно сломать всего лишь одну такую пшеницу и тогда абсолютно все последуют за ней. И да, это должна быть ферма где-то глубоко под землей. Давайте попробуем. Нет, это так не работает. А все, что нам с вами для этого потребуется, это сломать несколько факелочков. Вот так вот сломали. Все, здесь практически больше нет освещения. Только вот здесь осталось. Здесь, здесь и здесь. А вон там я боюсь просто прыгать. Опа, все, сломали. У нас сейчас, конечно, здесь светло, но все потому, что у нас с вами есть ночное зрение. И давайте попробуем теперь сломать хотя бы одну пшеничку. Что ж это произойдет? Вот, вроде как должна пойти цепная реакция. Чего? Если честно, я не ожидал, что это сработает, но это реально сработало. Абсолютно все здесь сразу же сломалось. И давайте попробуем... Вы слышите, я нажимаю, но ничего не получается. Но если мы прямо сейчас здесь поставим еще немножко факелов, то мы с вами сможем теперь все обратно засадить. И если мы сейчас с вами попробуем хоть что-нибудь сломать, то... Ломается поодиночке. Я, если честно, не понимаю, почему это работает именно таким образом. Ведь здесь нет вообще никакой логики. По идее же должна ломаться всего лишь одна пшеница. А ломается абсолютно все. Просто представьте такую ферму на тысячу блоков. Это все одновременно будет ломаться. И это просто жесть. Пузырьки от воды можно сохранить. Все вы знаете, что когда на песок душ попадает вода, образуются небольшие пузырьки. Давайте я вам сейчас даже покажу. Разливаем водичку. И видите, пузырьки появились. Дело в том, что оказывается, эти пузырьки можно сохранить. И все, что нам с вами для этого потребуется, это, во-первых, разлить воду таким образом. Вот так вот. Все, молодцы. Пузырьков теперь очень-очень много, но теперь их каким-то образом нужно сохранить. И здесь нам поможет ведро снежной пыли. Вообще, это ведро со снегом, ну, какая разница. Все, что нам с вами потребуется сделать, это так же, как мы с вами выставляли воду, выставлять снег. Ставим, и он сразу же пропадает. Так, и должно быть. Так что мы продолжаем с вами делать, и последний. Все, у нас с вами вода полностью исчезла, но пузырьки сохранились. Так, это очень-очень странно, но это реально работает. Я, если честно, думал, что это кликбейт, но оказывается нет. Но нам нужно также убрать этот блок. Но есть одно но. Если мы его прямо сейчас сломаем, пузырьки тоже пропадут. Единственный способ это сделать, нужно создать себе портал венд. Главное делать все правильно, делать все аккуратно, и тогда все у нас с вами сработает. Теперь активируем портал. Пожалуйста, пусть работает, пожалуйста, пусть я правильно даже поставил. Сработало. Песок душ у нас исчез, но пузырьки также остались. Теперь ломаем этот портал. Пузырьки до сих пор на месте. Вы просто посмотрите, это реально работает. Но смотрите, в чем еще прикол этой конструкции. Это можно засчитать как невидимый лифт. Давайте мы просто бежим, нам нужно с вами подняться на второй этаж, прыгаем, и нас просто выкидывает вверх. Если мы прямо сейчас с вами перейдем в сурвайвл и попробуем так же запрыгнуть, нас тоже будет выкидывать. Но есть одно но. Если мы сюда поставим блок, то пузырьки исчезнут. И они больше никогда не появятся. И все, теперь лифт не работает. Но так или иначе, это работает. Быстрое передвижение на лодке. Таким образом это работает. Все вы знаете то, что можно передвигаться на лодке очень-очень быстро. Для этого нам потребуется просто прямая линия изо льда. Давайте я вам даже сейчас продемонстрирую. Ставим лодку, садимся в нее, и мы передвигаемся довольно-таки быстро. Хотя достаточно медленно. Но что если я вам скажу, что можно передвигаться на лодке еще быстрее? И для этого нам всего лишь с вами потребуется так же лед, но еще и водичка. А самое интересное, что мы с вами будем передвигаться не по прямой линии, а наискосок. Как-то вот так вот. Правда, здесь нам придется с вами очень сильно потрудиться. И у меня сейчас уйдет на строительство примерно, ну, на минут 20 как минимум. Я устану. Ну, думаю, теперь можно вам показать. Нужно будет заорудить вот такую конструкцию. Наискосок мы с вами должны построить вот такую небольшую тропиночку изо льда. И еще по бокам мы должны с вами проделать отверстие по одному блоку и разливать в них воду. Главное здесь не переборщить с водой, чтобы она стекала вот таким вот образом. Потому что если поставить не там, абсолютно все пойдет крахом. На самом деле это заняло меньше, чем 20 минут, но все равно это долго и муторно. И теперь давайте даже проверим, как мы с вами будем передвигаться. Ну-ка, поплыли. Мы с вами стали намного быстрее передвигаться. Если бы мы сейчас воду убрали, то мы бы передвигались с вами очень медленно. А так, мало того, что мы с вами ровно наискосок передвигаемся, так еще и не вылетаем за границей. И скорость у нас просто замечательная. Давайте-ка еще раз. Гонщик нелегальный. Эээ, дальше я не помню слова. Ну почему это работает именно так, я не знаю. Можно на лодке уничтожать мобов. Я вам сейчас покажу, каким же все-таки образом. Нам для этого потребуется, собственно говоря, лодка сама. Взрывное зелье невидимости на 8 минут. И самое интересное. Яйцо призыва стража. И смотрите, что же все-таки нам придется с вами сделать. Мы спавним стража. Нет, не спавним, потому что у меня мирная стоит. Спавним стража. И ловим его в лодку. А, не получилось. О, получилось. Еще раз ловим. Пошел в лодку. Молодец. Теперь мы с вами кидаем зелье невидимости. Все, он невидимый. И с помощью такой конструкции мы теперь сможем подъезжать абсолютно ко всем мобам. Давайте попробуем подплыть кому-нибудь. Он остался на месте. Хорошо. Отплываем сюда. И смотрите, что будет происходить. Он начинает их атаковать. И вы смотрите, луч направлен теперь на этого Сквидворда. Сквидворд получает урон. Но в чем же здесь игнорирование логики самого Майнкрафта? А смотрите, в чем. Если мы прямо сейчас с вами выходим из творческого режима, то на нас сразу же он нападает. Но это же логично, да? Это логично. Но если мы прямо сейчас с вами сядем в лодку, то смотрите, он перестает нас атаковать. Ему совершенно пофиг становится на нас. А вот на остальных мобов он уже начинает нападать. В этом как раз таки и есть игнорирование логики Майнкрафта. Вот сразу же понимает, что я вот нахожусь рядом. Почему он не может сразу на меня напасть? Нет, он нападает на других мирных мобов. Бедный Сквидворд. Ладно, теперь зато я смогу обороняться от пиратов. Можно заблокировать Вардена. Все вы знаете, что Варден это, наверное, один из самых опасных мобов. И с ним нужно как-то бороться. А победить его довольно-таки сложновато. И сейчас я вам расскажу, как же все-таки можно его победить, используя всего лишь серую шерсть. Да на самом деле абсолютно любую шерсть можно использовать. Кстати, что здесь? Ничего интересного. Давайте представим такую ситуацию, что мы с вами оказались в древнем городе. И нужно сейчас найти место, где примерно находится Варден. Ну, вот здесь его можно будет найти. Переходим с вами в выживание. И давайте попробуем его призвать. Мы сейчас с вами шумим, но я не вижу, чтобы он где-то появлялся. Во, где-то здесь должен быть. Давай, появляйся, появляйся. Так, быстро, быстро, нужно действовать максимально быстро. Просто блокируем, прыгаем, строим, прыгаем, строим, прыгаем, строим. Блокируем, чтобы он не смог выбраться. Так, все. Вы посмотрите, у нас получилось. Этому Вардену конец. Он никогда не сможет нас ударить. Никогда не сможет отправить звуковую волну. Мы с вами в полной безопасности, потому что он застрял в этой шерсти. И он никуда от нее не сможет уйти. Он на меня разозлился уже. Он что-то хочет мне сделать, но он не может выстрелить. И таким образом его можно победить. Он там погибнет. А, странно, а в прошлый раз работало так, что звуковая волна не работает. Я не знаю, каким образом это работает, но именно шерсть может его заблокировать. И он не сможет из нее выбраться. Все остальные блоки он просто сразу же ломает. Вот почему самый мягкий блок, это самый прочный блок. Я не знаю. Самая редкая деревня. Вот вы наверняка знаете то, что в некоторых деревнях можно найти алмазы. Именно в сундучках, там спрятано где-то в кузнице и так далее. А что если я вам скажу, что есть деревня, которая является настолько редкой, что там алмазы буквально повсюду. Для этого нам всего лишь потребуется ключ генерации, который я прямо сейчас ввожу. Можете его запоминать и сами попробовать. Главное сейчас нигде в циферках не ошибиться. Ошибся? Я не знаю, я проверяю сейчас. Да, все верно. Нажимаем готово и создать новый мир. И мы с вами появляемся. Ага. Тут понятно. Кундра, лед. В общем, не то место, конечно. Но если прямо сейчас мы с вами телепортируемся на координаты 1347, 5, минус 4027, то мы с вами окажемся... Где? Мы окажемся с вами в деревне, которая находится очень и очень глубоко. Вы просто посмотрите, как она выглядит. Это, наверное, одна из самых замечательных деревней, которые я видел. Вы посмотрите, есть домик и снаружи. Тут есть тропинки коровы. Даже тыква выращивается. Но если спускаться еще ниже, то посмотрите, здесь тоже все это дело есть. Здесь есть даже блоки дерна и выращивают что-то даже. И находится, причем это все, на координатах, где спавнятся алмазы. Это первая высота, вы понимаете, что прямо где-то здесь находятся они. Можно, конечно, и по деревне побегать. Здесь наверняка тоже что-нибудь можно найти. И вот, вы посмотрите, уже есть алмазы. А я буквально всего лишь пару метров пробежал. Мне кажется, эта деревня прям идеальна для какого-либо старта. Если это попадется вам в спидране, ну это, во-первых, вам не пригодится, потому что нужно будет телепортироваться на определенные координаты. И вообще, зачем вам карта, заготовленная для спидрана? Это не честно. О, здесь даже летающий блок. Он игнорирует логику Майнкрафта. Бесконечное топливо с помощью ковров. Все вы наверняка знаете то, что ковры можно использовать для переплавки чего-либо. Давайте сейчас мы возьмем, например, белый ковер. Или, хотя нет, он слишком скучный. Давайте возьмем синий. Возьмем любую печку. Даже возьмем плавильню. И алмазоносный глубинный сланец. Если мы прямо сейчас в плавильню положим алмазоносный глубинный сланец и закинем ковры, то ковры будут использоваться в качестве топлива для переплавки этих алмазов. Звучит довольно-таки прикольно, но ковер делать очень-очень проблематично. И я вам сейчас помогу сделать так, что у вас будет бесконечный источник ковров и бесконечный источник топлива. И смотрите, что нам с вами для этого потребуется. Во-первых, нам нужен булыжник. Также наблюдатель. Поршень. Возьмем липкий. А также блок слайма. Блок слайма. И смотрите, что мы с вами делаем. Мы ставим наблюдатель, чтобы он смотрел в эту сторону. Хотя можно вообще в любую сторону абсолютно. Ставим здесь слаймовые блоки. И теперь нам нужно липкий поршень поставить вот таким образом. Все. Нормально работает. Ставим здесь ковер. Возьмем рычаг. Я про рычаг вообще забыл. И давайте попробуем это активировать. Да. Ковер у нас теперь запускается. Но так или иначе, ковер мы уже с вами стали получать. Но давайте посмотрим, по какой траектории он вообще летит. Запускаем его и... Ну, примерно понятно, каким же образом это можно использовать для автоматической переплавки. Ну, во-первых, нам сейчас с вами потребуется соорудить небольшую конструкцию. Поставим небольшие ограничители. Чтобы, если что, наш ковер никуда не улетал. Берем воронки. Ставим воронки на эти плавильни. Хотя, мне кажется, я слишком высоко все поставил. Ладно, давайте где-нибудь вот здесь тогда. Закидываем сюда сразу очень много алмазиков. И теперь нужно поставить воронки. Ну, и давайте попробуем, будет это работать у нас с вами или нет. Да, немножко, конечно, промазал. Можно было бы и по-другому поставить. Во, все работает. Но для того, чтобы все это активировалось уже и начало нормально передаваться, нам нужно вот так закинуть. И все. Теперь ковер будет все время поступать в плавильню. И переплавлять наши алмазы. Ну, разве это не замечательно? Ну, что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно, жмякти на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Аккки. Всем еще раз спасибо за просмотр. И всем покедова.